В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Те, кто меняет мир вокруг нас, страна отмечает День строителя. Овладеть навыками начальной военной подготовки юных саровчан приглашают в лагерь разведчик. В память о талантливом тренере в Ледовом дворце начался хоккейный турнир среди юниорских команд. Далее расскажем обо всем подробно. Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Традиционно в этот праздник вспоминают тех, кто вкладывает все силы в то, чтобы наши города развивались и с каждым годом становились все более красивыми и комфортными. Благодаря строителям преображается и Саров. За последний год здесь появилось немало новых объектов. Обновленная улица Харитона, мост через реку Сатис, храм царственных страстотерпцев и, конечно, современные жилые микрорайоны. Мы решили выяснить у горожан, как они оценивают работу строителей в Сарове. Одна из самых значимых и масштабных строек, завершившихся в прошлом году, мост через реку Сатис. Магистраль протяженностью 80 метров соединила старую и новую части города. На ее строительство федеральный бюджет выделил 634 миллиона рублей. Казаха огромные были сделаны. Эффект мог быть достигнуты меньшими тратами. Мост хороший, удобно теперь передвигаться с нового района в старый. Я не профессионал, но мне все нравится, как гражданину. Смотрите, если болтается. Лестницу пусть сделают по-нормальному. А что с ней не так? А вы сами подойдите, посмотрите одно перила всего. Там даже его и нету, можно сказать. А вот новая дорога на Харитоны появилась благодаря поддержке из регионального бюджета. Из 80 миллионов рублей 70% предоставила область, 30% выделила городская казна. Новую дорогу открыли прошлой осенью. Пробок нет, все нормально стало. Середину облагородить, чтобы было красиво. Не вот здесь вот дерна один, а так травкой газончик сделать. Расширение разгрузило дорогу, гораздо свободнее стало. Мне кажется, узковато. Особенно стоянка, когда объезжает их прям поездно. Автобусы тогда большие. С одной стороны, хорошо, что дорогу расширили, облагоустроили меня, например. Но переживаю, с другой стороны, за то, что здесь нарушили цветы. Мне очень нравились, которые здесь все время были. Храм царственных страстотерпцев возводился исключительно на пожертвования прихожан. Строили его почти пять лет. Дата его открытия совпала со столетием со дня расстрела последнего русского императора и его семьи. Освящение храма стало настоящим праздником для горожан. Мне очень здание нравится. Оно наполнено той энергией, которая нужна для душевного равновесия. Все классно. Фонарики, плиточка. Люди отдыхают с детьми здесь, с колясками сидят. Все красиво. Ну и, конечно, в городе продолжают строить жилые дома. И приятно, что вместе с этими домами появляются огромные благоустроенные территории. Яркий пример – жилой комплекс «Саровская ривьера», который без преувеличения стал центром притяжения для горожан. Прогулочная набережная, зеленые газоны, декоративные деревья, дизайнерские лавочки и идеально четкие линии фасадов домов. А еще современные спортивные и детские площадки. «Саровская ривьера» стала излюбленным местом для фотосессий и масштабных мероприятий, таких как, например, фитнес-уикенд, и просто для прогулок и занятий спортом. Здесь замечательно. Я хотел бы здесь жить, как минимум, но сейчас пока не живу. Приезжаю сюда, отдыхаю, занимаюсь воркаутом, занимаюсь физкультурой, отдыхаю. Здесь тихо, спокойно, природа, утки. Просто отлично. Как наша питерская ривьера. Отличный район, очень удобно. Все продуманы парковки. Здесь детям есть где погулять. Все просто супер. Как вам набережная? Отличная. Мы любим здесь гулять всей семьей. Превосходное место. Ребенка отдала в садик. Сама сижу здесь, медитирую, балдею, кайфую, наслаждаюсь жизнью и жду, когда набережная продлится к моему дому. Компания «Саровинвест» продолжает работы по благоустройству и строительству в районе поймы реки Сатис. Прогулочная набережная протянется от Красного дома до Плотины. Ее общая длина составит 3 километра. Канал «16» поздравляет всех причастных к преображению нашего города с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. Перед началом занятий воспитанники детских садов и ученики школ будут проходить медосмотр. Согласно постановлению главного санитарного врача страны, медицинские работники или педагоги должны будут утром проводить осмотры детей и при подозрении на заболевание отправлять их домой. Новые правила допуска к занятиям будут действовать в осенне-зимний период во время подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ, то есть уже с сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки до 1 сентября продлила работу горячей линии по вопросам приема вузы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Абитуриенты и их родители могут обратиться к специалистам ведомства по вопросам поступления в бакалавриат, специалитет и магистратуру. Горячая линия работает по телефону плюс семь четыреста девяносто девять четыреста пятьдесят пять шестнадцать восемьдесят. В Нижегородской области опять придет июльская жара. В субботу и воскресенье столбики термометров вплотную приблизятся к тридцати градусной отметке. Как правило, при таких условиях спасатель объявляет предпоследний четвертый класс пожарной опасности, при котором запрещается посещать леса. Нарушителей будут привлекать к административной, а в случае умышленного поджога и к уголовной ответственности. В эти выходные 11 и 12 августа на пляже у озера Боровой пройдет первенство по пляжному волейболу. Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Для этого необходимо утром 11 августа пройти регистрацию. Все подробности и контактные телефоны можно посмотреть на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. С 15 по 21 августа в Нижегородской области пройдет горячая интернет-линия по теме ветхое и аварийное жилье, процедура признания и порядок расселения. Задать чиновникам вопрос можно будет на официальном сайте правительства региона www.governmentdefizennov.ru. Для тех, кто пока не привык к общению в режиме онлайн, 21 августа будет работать горячая телефонная линия по этой же тематике. Связаться со специалистами можно будет по номеру 8 831 411 9191 с 10 до 12 часов. Принять участие в военно-тактических играх, овладеть основами рукопашного боя и выживания в чрезвычайных ситуациях. В этом году для мальчишек и девчонок открыл свои двери военно-полевой лагерь разведчик. За 10-дневную смену ребятам предстоит научиться ориентироваться на местности, работать с картой и компасом, разводить костры. Главная цель всех участников сдать импровизированный экзамен на голубой берет. О том, как живут будущие десантники и как устроен лагерь в нашем следующем сюжете. Хомяк, Крош, Алекс. Позывные себе ребята выбирали не сами. По прибытию в лагерь разведчик эти прозвища приклеились сами собой. Валерия Абрамова за любовь к определенному цвету в одежде достался позывной синева. Выбирая между компьютерными играми и лагерем с условиями, приближенным к экстремальным, она выбрала второе. Это очень даже незабываемо так сказать. Дома все, ты уже все видел. А здесь ты сидишь, поют птицы, можешь выйти в лес погулять. Ты с друзьями здесь находишься. Девчонок в военизированном лагере немного. И если мальчишки зачастую сюда едут из любопытства, то девчонки, только взвесив, все за и против. Своё желание быть именно здесь Лера обосновывает очень просто. У меня мама почти всю жизнь в армии. Я иду по маминам стопам. Мне здесь очень нравится, здесь очень хорошо. Бывает, конечно, трудно, но пытаемся терпеть. Несмотря на то, что лагерь находится достаточно далеко от населенных пунктов, тут организован не только штаб лагеря, столовая и учебные локации. Есть даже свой кинотеатр под открытым небом. Размещение на территории детского лагеря разведчик достаточно простое, но удобное. Есть полевой душ, есть плац, есть санитарная палатка, есть палатка для хранения провианты и воды. Ну и, конечно же, находятся жилые палатки сразу на несколько человек. По правилам лагеря девчонки живут отдельно от мальчишек. В обязанности ребят входит ежедневная уборка и поддержание чистоты в жилых помещениях. А еще несомненным плюсом лагеря такого формата стало по-военному жесткое отношение к различным гаджетам. Здесь они под запретом и выдаются только дважды в день. Самая высокая цель, которую мы ставим перед собой, это патриотическое, конечно, воспитание детей, это характер, это объяснить детям, что такое полевые условия, в игровой форме, что такое, как бы это, наверное, не звучало страшно, но что такое война, да. По мнению администрации лагеря разведчик, их эксперимент по созданию военизированного лагеря для детей удался. За 10 дней 20 воспитанников стали более сильными и ловкими, стали умнее и выносливее. Многие уже сказали, что поедут сюда и на вторую смену, которая начнется уже совсем скоро, 17 августа. А всю подробную информацию о этом лагере можно найти на сайте общественной организации «Воин». Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. Впервые праздник появился в 1939 году и до сих пор не теряет своей популярности. Он объединяет всех любителей здорового образа жизни от мала до велика. В честь Дня физкультурника мы решили выяснить, какие виды спорта предпочитают саровчане. День физкультурника. Почему? Ну, люблю. С детства. Футбол. Почему? Потому что сам играю. Вообще-то болеем за футбол. Почему? Почему? Потому что в детстве занимался футболом в основном. Хоккей, ну, потому что, как бы, спорт для мужчин. Какой это спорт у вас в почете нынче? За что болеете? Может, чем-то занимаетесь? Да нет, я дома только тренируюсь. Каким образом? По мере возможности. А что делаете дома? В интернете комплексы. Смотрю и делаю. Паркур считается видом спорта. Отлично. А вот скажите мне, пожалуйста, за какой вид спорта вы болеете или, может быть, чем-то занимаетесь? Ну, не прямо сейчас. Плаванием. Занимаюсь и болею. Какой вид спорта у тебя самый любимый? Что у тебя в самом почете? Я люблю кататься на роликах больше всего. Я люблю бегать, потому что я хочу, чтобы у меня были кубики. К сожалению, никто из тех, кого мы сегодня спрашивали, не смог вспомнить ни капуэру, ни метание бревна по-шотландски, ни, конечно, какого-нибудь водного пола. Зато все уверены, что лучшие виды спорта – это футбол, хоккей, бокс, баскетбол, волейбол, лыжи и роликовые коньки. Занимайтесь спортом, это всегда круто. Для вас про спорт выясняли Кирилл Асянин и Владимир Лисик. Известный саровский тренер, заслуженный работник физической культуры и спорта России. Имя этого педагога известно далеко за пределами нашего города. На протяжении многих лет он трудился на благо саровского хоккея и воспитал не одно поколение спортсменов. Его ученики в составе сборных команд в разное время играли как в России, так и за рубежом. В Ледовом дворце проходит турнир памяти Евгения Куницына. В этом году в нем приняли участие спортсмены из Сарова, Нижнего Новгорода, Подольска и Пензы. В день открытия соревнований памяти Евгения Куницына на лед вывел в свою команду его ученик Виталий Пурьев. Он тренирует саровских юниоров в клуб «Ракета». Помня о том, чему учил его Евгений Константинович, Виталий Васильевич как наставник юных хоккеистов старается продолжать его традиции воспитания чемпионов. Во-первых, очень добрый, преданный своему делу человек был, любил очень свое дело. Всегда относился добросовестно, всегда хотел, чтобы команда играла только на победу. Подопечные Виталия Васильевича в первый день турнира приняли на льду команду «Торпеда» из Нижнего Новгорода. Также за кубок будут бороться юношеские сборные «Дизели» из Пензы и «Витязь» из Подольска. Виталий Васильевич считает, что традиции лучших педагогов-тренеров нужно сохранять и передавать молодому поколению. И подобные турниры для этого необходимы. Во-первых, это память о нашем Евгении Константиновиче, это первое. Второе, это укрепление дружеских связей между городами, ну и подготовка к предстоящему сезону. На торжественном открытии турнира среди команд юниорской хоккейной лиги, руководство департамента по делам молодежи спорта и детско-юношеской спортивной школы «Саров» вспомнили лучшие качества заслуженного работника физкультуры спорта Евгения Куницына. Он очень много спортсменов городского уровня передал в дюшер торпеда Нижнего Новгорода, которые впоследствии стали профессиональными спортсменами, поиграли в высшие лиги, в суперлиги. С напутственными словами к юным хоккеистам обратился и сын Евгения Куницына, особо обратив внимание на важность спорта в жизни каждого человека. Он поблагодарил за верность традициям при проведении кубка в памяти его отца. «Это я бы не сказал, что важно, это бесценно. Когда проводится турнир памяти тренера, значит, живет его вклад, который он внес в развитие того или иного вида спорта, значит, его имя чтут и помнят». Награды лучшим игрокам уже готовы. Через несколько дней их вручат победителям турнира. Заключительные игры за право обладать кубком пройдут в воскресенье 12 августа. Матч за третье место начнется в 10 часов, за первое – в 13.00. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова